Русский язык, как вы знаете, это один из самых трудных языков в мире. А какие, может быть, самые сложные были слова для тебя? Каждый день у нас много слов, которые, по-моему, очень сложные. Например? Например, достопримечательность было первое слово, которое было очень трудно для меня. 20-летняя Клеса Симчоу из Тога учится в политехе на подготовительном факультете. Потом его ждет машиностроение. Попал в Россию в числе лучших студентов своей страны. Русский не знал от слова совсем. За полгода научился не только хорошо читать и писать, но и говорить. Сегодня докладывал на русском о сотрудничестве Тога и России. Впервые с начала пандемии в Барнаул приехали и гости из Монголии. Попрактиковаться в русском всегда рады. Тем более, что сейчас в их стране наш язык уже не так популярен. Число занятий русского языка в средней школе уменьшается. И в связи с политикой образования. Количество часов английского языка, наоборот, растет. Каких-то читаете российских писателей, поэтов, может быть, кого любите? Конечно. Для меня Пушкин – это самый знаменитый, замечательный писатель. А что-то знаете из него, может быть, стихотворение какое-то? Нет? Конечно, знаю. Сложно, да, сейчас будет? Я помню чудное мгновение. Передо мной явились, как мемодельное видение, какие они чистые красоты. Всего на конференции сегодня представят 11 докладов. Раньше бывало и по 50. Но в политехе не гонятся за количеством, ведь темы докладов интересные и даже необычные. Меня сейчас сильно заинтересовал наш гость из АГУ. У него доклад «Россия и Афганистан. Интересные страницы сотрудничества». То есть вообще мы же, как бы, Россия и Афганистан знаем, там афганские изломы и прочие такие ужасы, да. А оказывается, были очень интересные, позитивные моменты. То есть здесь многое, что нас объединяет. Девочка из Монголии подготовила доклад про жену монгольского лидера 60-80-х годов Циденбал. Она была русская. Циденбал Филатова. Она очень много сделала для развития вообще Монголии. Организаторы конференции надеются, что их детище будет развиваться. И в следующем году участников будет еще больше, так же, как и любопытных докладов. Но для студентов-иностранцев такие мероприятия – еще один шанс. Влиться в российское образовательное пространство и почувствовать себя в России комфортно. Ведь нашему герою из Тога зеленая природа и океан все-таки ближе и роднее красивой и долгой белой зимы. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.